Всем привет! С вами Трестания и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам процесс создания вот таких кабошонов из эпоксидной смолы. Для работы нам понадобятся силиконовые молды, различный глиттер голубого и синего оттенка, блестки, деревянная шпажка, весы, два стаканчика, эпоксидная смола, краситель голубого цвета. Для начала необходимо смешать компоненты в пропорциях, которые указаны в инструкции. Ставим стаканчик на весы, ну и приступаем к работе. Добавляем совсем чуть-чуть красителя и все хорошо перемешиваем. И оставляем смолу минут на 20, чтобы ушли все пузырьки воздуха. Ну и самое интересное, заливаем молды. Добавляем немного смолы и сыпем декор. Добавляем немного смолы и сыпем декор. Как и сколько сыпать, на ваше усмотрение. Хотите побольше, хотите поменьше. Я забила все целиком. Главное все перемешивать очень аккуратно, чтобы деревянной шпажкой не повредить сам молд. Добавляем немного смолы и сыпем декор. Таким образом заполняем и второй молд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и когда все готово, оставляем наши заготовки на ровной поверхности, накрыв пластиковыми стаканчиками до полного застывания смолы. Моя смола застывает 24 часа. Честно говоря, я не рискнула достать заготовки ровно через 24 часа. Свои я достала через 30. Ну и достаем получившиеся кабошончики из молдов. Старайтесь не давить, а лишь слегка растягивать молд по сторонам. Таким образом заготовка, можно сказать, сама выскочит к вам в руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот, что у меня получилось в итоге. Параллельно я заливала еще два таких же молда, так как мне было жалко оставлять оставшуюся смолу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кабошоны очень яркие, с переливами. Теперь можем их использовать в дальнейшей работе. Но это уже в другой раз. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok